Девушки отдыхают Воздушной обороны обнаружил неизвестный объект, движущийся в сторону Белграда. Отметка на экране радиолокатора была нечеткой, но первая же ракета попала в цель. На рассвете стало очевидно. Сбит новейший американский истребитель-бомбардировщик-невидимка F-117 «Ночной ястреб». Миф о неуязвимости самолетов, созданных по технологии стелсов, был развеян. Не важно, кто сбил. Важно, что эта невидимка F-117 сбита нашим советским оружием, бывшим советским оружием. Министр иностранных дел России Игорь Иванов официально заявил, боевую задачу выполнил стоявший на вооружении югославской армии российский зенитно-ракетный комплекс «Куб». Известный за рубежом под экспортным названием «Квадрат», он был разработан более 30 лет назад. Для американской программы «Стелс» советский «Квадрат» стал поистине черным. Западные журналисты подсчитали, что цена самолета-невидимки эквивалентна стоимости 4,5 тонн чистого золота. Зенитная ракета, сбившая «Ночного ястреба», обошлась примерно в тысячу раз дешевле. Высокая эффективность при умеренных затратах. Об этом большинство армий мира могут только мечтать. Не случайно по классификации НАТО зенитно-ракетный комплекс «Квадрат» носит название «Гейнфуг», что означает «выгодный». И сегодня мы впервые расскажем о том, как создавалось самое рентабельное оружие ПВО. Охотник за ястребами Воскресенье, 1 мая 1960 года. Вашингтон. В половине первого ночи в Госдепартаменте США никого из высшего руководства страны не было. Дежурный сотрудник ЦРУ тщетно искал, кому сообщить о чрезвычайном происшествии. Советы уничтожили американский разведывательный самолет. В 4 часа утра в Белом доме на экстренное совещание собралось правительство США во главе с президентом Эйзенхауэром. Советская зенитная ракета, прервавшая полет самолета-шпиона У-2, управляемого Фрэнсисом Пауэрсом, привела к пересмотру военно-политических доктрин сверхдержав. 20 октября 1961 года. Москва первому секретарю ЦК КПСС, товарищу Хрущеву, совершенно секретно. Военное руководство США представило на рассмотрение президента новую концепцию ведения ядерной войны. Стратегию гибкого реагирования, согласно которой предусматривается дозированное использование ядерных средств против вооруженных сил противника. Министр государственной безопасности СССР Шелепин. В начале 60-х, впервые за время Холодной войны, ядерное оружие США было нацелено не на города Советского Союза, а на его армию. Защита воисковых соединений от нападений с воздухом стала одной из важнейших стратегических задач. Необходимо было в кратчайшие сроки создать принципиально новые средства противодействия авиации противника. За четыре года до этих событий, летом 1957 года, на полигоне Капустин-Яр проходил испытание первый передвижной зенитный комплекс С-75. Никита Сергеевич Хрущев спросил мнение военных о новом оружии. И тут случилось непредвиденное. Представители высшего руководства Советской Армии, маршалы Бирюзов и будущий министр обороны Малиновский, резко выступили против принятия этого комплекса. По их мнению, в реальной войне за те шесть часов, которые комплекс готовился к бою, защищать будет уже нечего. Задачу прикрытия войск с воздухом в то время выполняла зенитная артиллерия, которая уже не справлялась с современной реактивной авиацией. Попытка использовать только что созданные ракетные системы С-75 и С-125 была заранее обречена на провал. Зенитно-ракетные комплексы ПО страны, 75-й, 125-й, это малоподвижный комплекс, тяжелый, имеет большое время развертывания, кабельные соединения, отдельные электростанции. Прикрытие, особенно на малых и средних высотах, этими комплексами ПО страны не обеспечивалось. В 1958 году советским правительствам была поставлена задача срочно разработать мобильный зенитно-ракетный комплекс средней дальности для прикрытия дивизии и армии. От конструкторов требовалось установить все средства обнаружения и сопровождения цели на одной машине. Пусковая установка также должна была базироваться на подвижном самоходе. 2 июня 1958 года. Москва председателю Государственного комитета по авиационной технике товарищу Дементьеву. Совершенно секретно. На основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 18 мая 1958 года приказываю поручить разработку войскового зенитно-ракетного комплекса КУП НИИ приборостроения. Председатель военно-промышленной комиссии при Совете министров СССР Устинов. Правительственная директива стала полной неожиданностью для НИИ приборостроения, который тогда занимался авиационной тематикой. И вдруг разработка зенитных комплексов. Но институт обладал уникальным опытом в создании компактных радиоэлектронных систем. Его директором был знаменитый ученый Виктор Тихомиров, считавшийся крестным отцом самолетных радаров. Он и стал главным конструктором КУБа. Многие главные конструктора, занимающиеся разработкой наземных комплексов, не могли, так сказать, понять, как можно сделать в таких малых габаритах, при малых весах, такие мощные, соответственно, и антенные устройства, и передающие устройства. Первые комплексы ПВО работали по так называемому командному методу. Радар отслеживал перемещение цели, а станция цели-указания давала радиокоманды для ракет. Недостатком подобной схемы была громоздкость наземного оборудования и большая погрешность наведения. При разработке комплекса КУБ был применен более эффективный метод управления ракетой. На нее впервые в Советском Союзе решили установить полуактивную головку самонаведения. Головка эта сама является миниатюрным радиолокатором. Она сама захватывает и сопровождает цель и берет на себя целиком управление ракетой. При этом от станции требуется только одно – перед пуском ракеты дать на головку цели-указания. Необычной была и сама ракета. Ее главный конструктор Иван Торопов предложил использовать одноступенчатый твердотопленный реактивный двигатель, что позволило сделать ракету небольшой и легкой. Тем не менее, ее производство было сопряжено с серьезными трудностями. Более опасный момент, конечно, это изготовление твердотопленного двигателя. Потому как порох, тем более это смесь его, при малейшем образовании статического даже электричества, может привести к искре с непредсказуемыми событиями. И, кстати, на предприятии было несколько таких аварий, к сожалению большому, связанных даже с гибелью людей. Войсковые испытания Куба планировались начать в первой половине 1961 года. Но к назначенному сроку конструкторы не успевали. Со стороны правительства последовали жесткие меры. Директора НИИ приборостроения, трижды лауреата Сталинской премии Виктора Тихомирова сняли с должности. Вслед за ним отстранили от работы Ивана Торопова. В Министерстве оборонной промышленности уже ставился вопрос о передаче темы другим институтам. Но последующие события изменят решение руководства. 1962 год. 2 июня в Гавану прибыл маршал ракетных войск Сергей Бирюзов. На закрытой встрече с Феделем Кастром он изложил мнение главы СССР Никиты Хрущева о необходимости размещения на Кубе баллистических ракет. Никто не знал, как отреагирует Америка на появление у своих берегов советского ядерного оружия. Но готовились к самому худшему. В конце июня специально для Хрущева организовали показ перспективных средств ПВО. В их числе был представлен опытный образец зенитно-ракетного комплекса Куб. Его демонстрировал уже новый директор института приборостроения Юрий Фигуровский. Когда настал момент просмотра Никиты Сергеевича нашего комплекса, он был удивлен и начал задавать вопросы. И когда он узнал, что на одном самоходе расположена станция обнаружения и сопровождения подсвета целей, он был очень удивлен и спросил, а кто же разрабатывает такое изделие. Ему сказали, что разрабатывает это изделие филиал НИИ-17 из города Жуковского. И тот сказал, ну что, это изделие очень хорошее, надо это изделие, соответственно, двигать вперед. После такой поддержки о смене разработчиков не могло быть и речи. Конструктором станции обнаружения остался Артелион Растер. Головки самонаведения – Иосиф Акопиан. А работу над ракетой возглавил Андрей Ляпин. Общее руководство ложилось на плечи Виктора Гришина. Спустя годы их труд будет отмечен Ленинской премией, высшей наградой, которую могли получить ученые Советского Союза. Но тогда, в 62-м, им пришлось трудно. Один за другим следовали отказы аппаратуры, сбои в работе локаторов и аварийные пуски. При пуске ракеты не открылись замки, с помощью которых ракета удерживается на пусковой установке, на направляющих. И ракета не могла сойти. А под действием тяги двигателя, заработавшего двигателя, самоходная установка перевернулась вместе с ракетой. 10 февраля 1964 года шла подготовка очередного, уже 84-го с начала испытаний, пуска ракеты. Предстояло стрелять по беспилотному самолету-мишеню. В решающий момент на командном пункте, рядом со специалистами НИИ приборостроения, находился главный конструктор одного из КБ, занимавшегося аналогичной тематикой. В то время его зенитный комплекс уже готовился к постановке на вооружение. Представитель конкурирующего КБ пошутил, что мог бы лично управлять самолетом-мишенью и посадить его на аэродром. Что, мол, зря им отчасть расходовать? Все равно промажете. Но первой же ракетой цель была уничтожена. Коллега, предлагавший свои услуги в качестве пилота самолета-мишени, молча ретировался. Захват! Цель одиночная. Здесь захват. Цель уничтожить. Здесь уничтожить цель. В начале 1967 года комплекс Куб был готов к постановке на вооружение. Но перед этим Георгий Гречко, только что назначенный на пост министра обороны, решил устроить комплексу официальную презентацию. Повод для этого был подходящий. Готовился грандиозный парад на Красной площади, посвященный 50-летию советской власти. В это время приходит команда, чтобы для большего эффекта ракеты ехали носом вперед. В то время как по штатному они должны ехать хвостом вперед. Но в этом случае возникает опасность, что при резком торможении ракеты могут спрыгнуть, соскочить вперед. Всего за одну ночь конструкторы изготовили специальный фиксатор, не дававший ракетам сорваться с лафет. Но потом, правда, поступила еще команда, чтобы ракеты не просто ехали носом вперед, но и были подняты на какой-то угол, как бы угол стрельбы. Устремленные ввысь ряды ракет произвели на руководителей СССР и иностранных Аташе неизгладимое впечатление. Сразу после парада первый мобильный ЗРК средней дальности КУБ был официально принят на вооружение. В состав зенитно-ракетной батареи входили самоходная станция разведки, наведение и четыре пусковые установки. Время перевода с марша в боевое положение составляло всего пять минут. Серийным предприятием был определен Ульяновский механический завод, которому предстояло в кратчайшие сроки оснастить советскую армию новым комплексом. Из-за того, что очень быстро все это надо было внедрять, были разработаны специалистами нашего предприятия, нашего завода. Больше десяти тысяч наименований только оснастки, стенды, сложные по тем временам. И в этом плане мы помогли институту в становлении ихнего детища на вооружении нашей страны. Вскоре комплексу КУБ представилась возможность подтвердить свои высокие характеристики в реальных боевых условиях. 16 декабря 1969 года. Москва, главнокомандующему войсками противовоздушной обороны СССР, маршалу Советского Союза Батицкому. Совершенно секретно. В связи с решением политбюро ЦК КПСС об оказании военно-технической помощи правительству Арабской Республики Египет, прошу в недельный срок подготовить предложение о комплектовании дивизии особого назначения для последующего командирования в зону боевых действий. Заведующий оборонным отделом ЦК КПСС Сербия. 6 октября 1973 года, в день иудейского праздника судного дня, арабская коалиция начала войну против Израиля. Вылетевшая для бомбардировки египетских танковых колонн израильская авиация наткнулась на убийственный огонь неизвестных зенитных комплексов. Необычным было само поведение ракет. Ракета нападает на летательный аппарат сверху, у пилота летательного аппарата создается впечатление, что ракета уже прошла мимо, ушла. Но ракета делает маневр и сверху поражает противника. Защититься от этих ракет, используя отработанные противоракетные маневры, было невозможно. В первый же день израильтяне потеряли около 30 самолетов. Израильские летчики стали просто бояться садиться в самолеты. И они, так сказать, под силой, под большим нажимом садились в самолеты, но видя, что на них летит ракета, или даже замечали, они фиксировали момент пуска, как они практически катапультировались и считали, что они будут сбиты. Вскоре израильская разведка выяснила, что их самолеты сбивали зенитно-ракетные комплексы «Квадрат». Таким было экспортное название советского Куба. Зарубежная пресса назвала его арабским асом номер один. Командование израильских ВВС было вынуждено прекратить полеты в зоне действия «Квадрат». А за самими установками началась настоящая охота. 9 декабря 1973 года. Вашингтон, округ Колумбия. Председателю Комитета по вооружениям Конгресса США совершенно секретно. В результате проведения спецоперации в районе Асуанской плотины была захвачена и переправлена на территорию США зенитно-ракетная система «Квадрат» СА-6 советского производства. Проведенные исследования подтвердили, что наши средства радиоэлектронной борьбы малоэффективны против этого комплекса. Начальник отдела СИИ Технического комитета разведывательного управления Министерства обороны США. Ошеломляющий успех советского ЗРК во время арабо-израильской войны обеспечил ему невероятную популярность за рубежом. По известности он не уступал автомату калашников. «Квадрат» поставлялся в 22 страны мира. Пришлось срочно готовить переводчиков для обучения иностранных расчетов. Во второй половине 70-х комплексы отправили в Анголу, подвергшуюся агрессии со стороны ЮАР. И вновь «Квадрат» подтвердил свою эффективность. Южноафриканские летчики на современных миражах вынуждены были обходить стороной позиции ангольских ПВО. Западные страны тут же обвинили СССР в том, что квадратами управляют советские расчеты. На самом деле комплекс оказался настолько простым и надежным, что его могли освоить даже вчерашние африканские крестьяне. Случалось и такое, что вот именно буквально вот этот пальц, вот, нажимаешь на эту кнопку, чтобы они просто запоминали порядок. Это первое, это второе, это третье. Зеленая, красная, оранжевая кнопочка. Нажал зеленую, заживалась оранжевая. Понял? Понял. Ага. Между тем, исследуя захваченный в Египте комплекс, западные специалисты, наконец, нашли его Ахиллесову Питуму. После поражения единственного на всю батарею радиолокатора, квадрат становился бесполезным. Он просто не мог стрелять вслепую. Тогда для уничтожения ЗРК летчики стали применять противорадиолокационные ракеты Шрайка. Подходя к объекту на малой высоте, затем делали горку, пускали Шрайк, один или два, и затем уходили в мертвую воронку, которая создается при, значит, по высоте и вокруг, ну, как бы, вокруг станции. Но на Западе даже не подозревали, что в Советском Союзе еще в 1969 году, всего через два года после принятия Куба, началась разработка нового комплекса средней дальности, названного БУП. Он создавался специально для работы в условиях активного огневого и радиоэлектронного противоречия. И отличался от Куба наличием радара на каждой пусковой установке. В чем ее прелесть? То, что она могла самостоятельно выполнять работу, и в то же время она имела возможность покинуть свое место после выполнения боевой задачи, занять другую позицию на километре, на полкилометра, и начать работу по цели буквально через 15-20 секунд. Уничтожить батарею комплекса БУП чрезвычайно трудно. В случае поражения станции разведки самоходные огневые установки выдают целеуказания на основе информации радара. Более того, каждая из них способна самостоятельно уничтожать цели и даже наводить ракеты пускозаряжающих машин. Вероятность поражения цели одной ракеты поднялась почти до 100%. В 1979 году БУП поступил на вооружение советской армии. Конструкторы заложили колоссальные возможности для модернизации комплекса, что позволило быстро реагировать на новые угрозы. 13 июня 1982 года. Москва председателю научно-технического комитета Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Совершенно секретно. Боевые действия в Ливане подтвердили высокую эффективность вертолетов, оснащенных современными противотанковыми ракетами. За один день на автотрассе Бейру-Триполи два вертолета Ми-24 ВВС Сирии уничтожили 18 единиц израильской бронетехники, в том числе новейшие танки «Меркава» — главный военный советник Сирийской Арабской Республики. В начале 80-х вертолеты были практически неуязвимы для зенитных ракет. Зависая над полем боя, они моментально исчезали с экранов радара. Теоретически существовала возможность распознавания их по отражению радиолуча от вращающихся лопастей. Но на практике это удалось только специалистам Научно-исследовательского института приборостроения. В результате многочисленных экспериментов модифицированный БУК М-1 стал единственным в мире зенитно-ракетным комплексом, способным сбивать зависающие вертолеты. Батарея комплекса БУК обеспечивает зону поражения радиусом 100 километров. Станция обнаружения непрерывно сканирует воздушные пространства. Командный пункт одновременно обрабатывает информацию по 46 целям различных классов. Мы находимся в лаборатории полунатурного моделирования московского НИИ «Агат». Вот это имитатор ракеты с полуактивной головкой самонаведения, которая управляется спунктом. Вот как раз на этом пульте я могу задать параметры и характеристики любой цели. Например, пусть это будет экспериментальный самолет, выполненный по технологии «Стелс», летящий на высоте 15 метров с двойной скоростью звука. Хотя на самом деле подобных целей не существует, но по оценкам специалистов они обязательно появятся в ближайшие годы. Нажимаем кнопку «Пуск». Головка самонаведения начинает отслеживать цель, обеспечивая точное попадание ракеты. Цель имитирует вот та маленькая блестящая тарелочка, перемещающаяся по рельсам. Есть попадание. Как говорят ракетчики, цель уничтожена, расход одна. Следуя в боевых порядках, «Бук» способен в считанные минуты развернуть надежную противовоздушную оборону. Приходим в зону, цель уничтожить. Первый сопровождаю. Азимул 20, дальность 60, скорость 330, параметр 22. Цель приближается, захват. Без запаса. Сопровождаю. До нас практически нет никакой разницы, какая-то мишень идет, больших размеров, мелких. От нее поступает сигнал, который нам достаточно для того, чтобы обнаружить цель, принять по ней решение. Первый цель в зоне. В 1996 году финское правительство объявило тендер на поставку комплексов противовоздушной обороны средней дальности. После серии сравнительных испытаний с лучшими мировыми образцами предпочтение было отдано ЗРК «Бук». В 1998 году его первая батарея заступила на боевое дежурство. Теперь российские ракеты защищают небо над Хельсинки. Эта техника очень конкурентоспособна. Она техника с высокими боевыми характеристиками, надежная. И главное, эффективность. Я думаю, там специалисты разбираются, почему они с такой активностью закупают и желают закупить. Сегодня многие государства рассматривают российские ЗРК в качестве основного средства защиты своей безопасности и суверенитета. В 2002 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина ведущие разработчики и производители систем ПВО были объединены в концерн «Алмаз-Антейн». Его главная задача – создание и модернизация комплексов противовоздушной обороны. На российских учениях обороны 2000 модернизированный комплекс БУК-М1-2 продемонстрировал совершенно уникальные возможности. Кроме всех типов вертолетов и самолетов он успешно поразил боеголовки баллистических ракет, скорость которых составляет несколько тысяч километров в час, а площадь отражающей поверхности не превышает размера футбольного мяча. В 21 веке именно БУК стал прообразом универсальной оборонительной системы будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова